ребят перед просмотром этого видео хотел бы сразу бы извиниться за качество видео как держал камеру как я снимал я ее плохо настроил звук плюс ветер иногда был за это сразу извиняюсь ну а так приятного просмотра поехали друзья всем привет привет всем на канале новеньких и старых чего хотел сказать хочу камеру испробовать о ветерок дует как раз новую камеру купил и хотел бы сразу бы многие спрашивали там где живешь там а как живешь в основном я не люблю это показывает ну именно где я живу хочу показать почему ноги называют это get to здоровенный такой комплекс 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 наверное короче сейчас я вам покажу как снаружи выглядит это все дело он начиная оттуда где-то примерно плюс вот это вот и вот вот это все смотрите и где-то здесь я живу именно где показывать не буду но я щас с вами пойду и прогуляюсь внутри покажу вам так что пойдем прогуляемся вот тут кстати летом тут очень много народу всегда и гуляют грилят бабки да вот эти все дела ну а сейчас на данный момент когда холод много чаек вы их можете кормить с руки прям с балкона хлебушком но этого не делать чтобы они тут ничего не засирали так что мы пойдем пойдемте посмотрим где я живу и аккуратно не наступите на так что вот такие вот дела вот там кстати видите снизу можно парковаться ну короче сейчас прогуляемся я все именно показывать не буду ну где буду гулять сейчас может кое-что об этом еще и расскажу так что не переключаться вот короче дело такое вот ребята смотрите эти как зарушено все вот это сейчас будет новый переход делать город будет это делать так как нам пойти пойдемте с первого тут а прогуляемся короче мы пойдем здесь там вон что-то ломают inner city вот видите и они разделены на вот такие дома вот видите об подъезд 1 2 3 4 5 и на три улицы разделены и короче здоровеннейшая хрень тут оживут больше 2500 людей это больше 500 людей собственников единственное что конечно это центр ребят почти что это много придурков видите все брюсовали поэтому называют этот весь комплекс можно сказать гетто вот вот здесь всегда стоит корабль один всем покажу его место сейчас зима просто его нету в основном он всегда здесь стоит здесь его на место тут он всегда стоит корабль около моего балкона видите здесь просто забили досками закрыли чтобы внутрь туда не смотреть там там были тоже помещения там еще какие-то они все заброшенные зарушены вот тут а по идее дети играли раньше ну на когда-то зарошено ну ну тут никто и не тусуется только подъезд вот так он выглядит видите вот тут начинается стройка 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 уже лет десять на некоторое изменилось конечно вот например вот тут они посадили кое-что на самом деле нет сейчас мы с вами прогуляемся как нам пойти ну-ка пойдемте вот сюда наверх посмотрим можно вот сюда зайти или нет вот ребята быстрая прогулка примерно похожу где живу вот ребята германия видите как вот видите смотрите тут все заброшено здесь раньше это считай вот этот комплекс который я вам показывал он внутри его считаю был еще еще один центр получается центр в центре еще раз тут магазины были было народу людей тут всегда выступали концерты всякие ну короче тут а было много чего магазины кругом были а сейчас сами видите я бы с удовольствием бы у меня с прямая туда ходят а ну-ка они закрыли очень посмотрим можем куда-нибудь зайдем так эти вот тут а везде были магазины они сейчас все закрыто тут вообще ничего нету сейчас это 10 лет назад примерно тут а хотел один то есть какие-то американцы решили тут все как сказать навести порядок они все сорвали все магазины убрали и решили вот смотрите видите тут темно правда сейчас но сейчас на свет мы увидим они все тут а сорвали все убрали и хотели все по-новому делать ну потом а стукнула криза мировая и и он от от прыгнул ну и все остальные конечно тоже потому что это тут бешеные деньги это все стоит что все восстановить и после этого ребят это все стоит просто вот так вокруг вас вот это здание например она это энерсити они ток придают ну ток продают нам всем можно сказать очень большая компания и вот они здесь у нас еще есть ну и плюс все квартиры можно сказать все квартиры они либо в аренду сдаты либо там а хозяева сами живут и и неплохие хозяева не то что тут а врачи облакаты учителя раньше когда-то когда покупали люди эти квартиры они были очень элитные и очень дорогие даже можно сказать вот не каждый мог себе позволить тут себе купить квартиру но люди напокупали и когда пришла вот это вот криза вы посмотрите вот это все было живое место видите это все было живое место и вот тут кстати вон видите они сделали только непонятно чего ладно а ну-ка здесь чё ребят это вот этот где я живу вот этот все тут а знаете сколько ходов и сколько этих тут вообще ничего не понятно но я думаю это был путь в гараже я думаю это в гараже ну мне кажется наркоманы тут везде тусовались мы сейчас просто пройдем посудящихся сам еще никогда не был а это выход ладно мы сейчас выйдем по-другому это получается тут можно короче ребят по землю те это гаражи это гаражи здесь там будут здесь под землю еще можно идти этажей 7 но если не больше тут раньше даже они построили для вот этого всего комплекса они построили собственную остановку это получается ты выходишь своей квартиры садишься то есть в лифт заходишь и едешь прям на остановку там и ждет трамвай ну кто исходит трамвай и ты ездишь считает твоя собственная остановка но это тоже не доделали так а мы сейчас с вами куда пойдем я бы с удовольствием зашел туда как мне туда зайти так ладно пойдемте тут прогуляемся это получается что я вам сейчас снял поэтому сейчас изнутри вот этого всего я надеюсь камера пишет хорошо и хорошо звук пишет видите все обрисовано вот это кстати красивые рисунки они повсюду нарисованы и об этом даже есть книга она у меня есть дома вот а мы сейчас выходим на другую сторону практически кто там огонится за мной так мы сейчас находимся да мы уходим на другую сторону видите ребят все закрыто и вот здесь именно все это все были магазины видите они начинали когда-то уже строить все проводить новые кабеля они все сломали и начали когда-то строить тогда вот так вот вы видите вот тут магазин анзискат мюнсен в окно ну в окно ну магазинчик это маленький был естественно он закрытый здесь а что единственное сейчас они еще сделали вон видите ухаживают даже я сам еще здесь толком не был никогда но могу вам сказать что это это люди решили сделать сейчас мы пройдем зайдем туда внутрь и посмотрим вот здесь например тоже это типа короче сделали вы видите из чего попало кюхенгят ну тут иногда наверное они делали что-то типа грилили варили что-то тут проектов много в этом мюнсен много проектов а этот один из них проект и они тут просто садят что угодно там цветы, помидоры что тут только на ней растет и тут многие приходили просто сажали урожай потому что в центре если у тебя нет земли скажем ну и некоторые вот тут вот так ходили, ухаживали видите они что тут сделали я и правда не знаю что это все тут растет вот этот подсолнух еще один подсолнух а видите имена стоят чьё это нети, ким и иза три имена стоят это они построили и ухаживают каждый год за этим и это ну выращивают чё попало здесь даже работал один работяга я знаю рабочий один здесь работал вон видите ребята видите убираются там работают здесь работал один рабочий я знаю он получал один евро голубей тут полно немерено он получал один евро в час это от государства а остальное ему все доплачивали как квартиру ну и плюс на прожительство ему еще давали а что он зарабатывал здесь это было ему просто в карман вот видите ребят ну тут ухоженно все ничего не скажешь видите типа теплицу они сделали закрывали теплица типа была что именно тут росло я не знаю я только могу сказать что то типа ну они тут все выращивали все выращивали видите все вон голубей сколько у нас блин они сейчас обосрут меня наверное так что рулим отсюда пока не обосрали так что вот такие вот дела видали в центре сделали вот такое вот смотрите какое дерево посадили ну ничего неплохо видите ухаживают вот проект вот этот чувак он проект ведет я с ним раз мы с ним у нас было дело я ему продавал колбасу когда раньше продавал колбасу вот такие вон композ весь мусор туда собирается и потом как урожай как этот удобрение удобрение пользуется удобрение футы короче вы поняли вот такие вот дела ребят ребят могу выйти туда или подождите мы пойдем с вами прогуляемся вон там еще я не знаю смогу туда пройти или нет так ребят ну что видео нарезать наверное толком не буду просто уже стемнело посмотрю материал дома я вам показал просто как внутри это все выглядит вот это все построили в 70-х годах вот смотрите так что а что с этим произошло давайте поднимемся наверх я правда не знаю что там этот знаете сколько можно гулять вы не прогуляете непонятно ничего вот видите как здесь были везде магазинчики забегаловки вот тут например видите тут забегаловка была она какая-то маленькая вон там вы видите вдалеке пустота все забросили ребята они все забросили так здесь что у нас тоже какие-то проекты тут делают еще некоторые как вот только что где я был я сейчас общался с этим чуваком а здесь я разбыл уже так вот видите здесь получается пустота никого нет но здесь вот этот проект цукумфтсверкштадт называется с ним я тоже уже мы кое-что с ним делали он меня приглашал и это вот они подняли этот проект и даже есть фильм в кинотеатре маленьком у нас идет про вот вот это все как тут было что тут было что сейчас тут происходит тут тут много здесь много у нас этих художников много проекты вот тут они делают эти художники в основном она и называется цукумфтсверкштадт типа что будет в будущем смотрите ребят тут тоже вот видите снизу все заброшено а а вот так это выглядит видите вот дома тут короче вот тут в основном студенты одни живут вот здесь вот в этих студенты там по одной комнатке видите вот сколько как отель выглядит вот что дентон вон тут одни студенты можно вот сюда прогуляться что здесь у нас на улице уже темнеет наверное сейчас будет плохо видно я думаю поэтому надо быстро еще пройтись скажем так это будет первая серия первый выпуск как получится не знаю вот ребята видите вот тут тоже все было все было забито магазинами всем все а сейчас кроме голубей никого нет смотрите как студенты живут сколько их тут да вот все под камерой конечно но снутри ребят снутри все дома подъезды чистые ухаженные так что это вот просто снаружи но снаружи мы ничего не можем сделать это снаружи вот видите как это выглядит а вот здесь ребят здесь садик а здесь и садик прямо вот тут в этом есть садик видите забор стоит тут детишки играют вот здесь вот 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 эти комнатки этих студентов вот тут живут люди все думают что вот этот весь комплекс что я вам вначале показывал что это один дом но это совсем не так они все разделены и каждый отвечает практически за себя сам каждый дом вот видите тут детишки играют прикол день игра а если он перелезет и он сюда потом упадет вот ребят блин не знаю приблизить смогу там у них стоят просто бутылки на окне дебилы студенты эти вот там вон здание ломается скоро будет строиться новое вот такие вот дела так ребят ну уже почти что стемнело мы сейчас еще с вами смотрите спустимся вниз пойдем вниз высота какая может подтаскивать чуть-чуть короче вот такая маленькая экскурсия была по Камескам может еще раз ну может это будет первая серия типа может еще получше что-нибудь днем прогуляюсь может с кем поползарю фиг узнать может кого встречу но на самом деле ребят я люблю здесь жить я люблю здесь жить потому что где вы в центре города вообще найдете вот такое вот у меня балкон практически вот с этой речкой и вот он такой вид так так мы спускаемся сейчас сейчас я вам покажу еще еще что тут вот например вот эта школа уже очень давно здесь мне кажется сколько я живу в Германии столько она уже тут уже до этого была это мастер ли тренируется когда-то я здесь недельку по-моему тренировался вот эта школа кум-фу академия доктор ли вот такие вот ребят дела ну-ка отсюда еще покажу вот кстати видите пакетики для собак чтобы когда навалили чтобы убрали за них так что вот ребят такие дела вот это все видите ну сейчас плохо видно уже все стемнело на улице но я решил все-таки залить это видео много нарезки не будет в нем ну как есть так есть он прогулялся по району тихий район кстати это же гетто по идее а в гетто по идее жить всегда что-то случается как вы заметили я гуляю уже вечер и еще ничего не случилось представьте как тут раньше было все чисто убрано да плюс вот это вот речка перед вами и это в центре ребят ну как тут не жить поэтому как-то так но сейчас все заброшено ничего не поделаешь ну говорят будут что-то делать еще мы ничего не знаем все ребят прогулялся по своему району ну только где я живу вот в этом комплексе да можно сказать я не говорю я потом если сделать вторую серию например мог бы прогуляться ну дальше уйти и вообще прогуляться по району не маленький и показать вам вот где-то из них вот это мой балкон только где никому говорить и показывать не буду так что вот так вот выходишь здесь в основном лодка я в начале говорил стоит здоровая такая корабль ты с балкона выходишь смотришь на вид этого корабля как здесь не жить но ребята что я могу сказать еще вам я надеюсь вам это понравилось чуть-чуть вам показал где я живу так что как-то так вот в Германии тоже есть такое не все сладко но мне нравится здесь жить тут можно сказать район фриков всяких хиппи хипста знаете хипста вот здесь у нас их полно так что ребят подписывайтесь ставьте лайки комментарии ну там все остальное я надеюсь вам понравился вот такой выпуск если да поставьте обязательно палец вверх если нет тогда нет так что давайте до свидания до свидания Продолжение следует...